Смотрите, я сейчас начну что-то выписывать, прогуляюсь вниз, сверху немножко места тоже оставьте, пожалуйста, на всякий случай. Значит, пока мы с вами будем заниматься глюконеогенезом. Значит, мы с вами хорошо знаем процесс гликолиза, который снабжает нас энергией, а также частично может снабжать строительными блоками, возможно, какие-то разнообразные пути. В зависимости от организмов это может быть полное кислородное окисление, там много энергии. Может быть, какие-то анаэробные организмы, которые энергии получают не очень много изображений, но у них другого варианта нет. То есть разнообразные, возможно, варианты. И мы с вами что еще знаем? Мы знаем, что в глюкориз, помимо глюкозы, вовлекаются и другие моносахариды, олигосахариды и полисахариды, главным образом гликогену животных, у растений крахмал. Это главные запасные полисахариды. Мы с вами знаем, как гликоген вовлекается, ну, в общих чертах, да. Если помните, есть гликоген фосфорилаза, у него есть две формы, активные и неактивные, различаются фосфорилированием остатков серина специфических. Кто-нибудь помнит эту сладкую парочку киназофосфатаза? Фосфатаза, фосфорилаза, не помните? Ну, хорошо, нарисуем. Сегодня я это явно давал, но мне тогда было понятно, что это не очень как-то все ляжет, а сейчас должно получиться получше. Значит, сегодня мы озадачимся обратным процессом, а именно, как синтезируется глюкоза и как синтезируется гликоген. Но, чтобы правильно им заниматься, мы сначала с вами гликолиз распишем в сокращениях. Потому что мы с вами говорили буквально с самого начала, еще до того, как начали изучать процессы, что это противоположенаправленные процессы, у них есть масса обратимых стадий, но есть и какие-то необратимые. Поэтому начну я с того, что я сейчас выпишу снова гликолиз. Чуть-чуть переехав. Итак, глюкоза. Давайте вот так будем писать, где энергия нужна. Так понятно, да, будет? Помню, что это гексокиназная реакция, мы еще об этом немножко поговорим. Глюкоза 6-фосфат. Дальше изомеризация фруктоза 6-фосфат. Дальше вторая запусковая реакция. И снова АТФ фруктоза 1-6-бифосфат, что мы символизируем двумя АП в разных кружочках. И нарезка на ГАП глицеральдегидфосфат и дигидроксиацетонфосфат. Дальше пойдет только глицеральдегид, но здесь под действием триоза фосфата изомеразы, возможно, получена изомеризация. То есть мы никаких атомов углерода не теряем. Что происходит дальше? Дальше идет обратимая реакция. под действием неорганического фосфата и НАТПлюс до НАДАЖ, H+. В обратную сторону идет НАДАЖ, H+, до НАТПлюс. И H2O-ПИ. Получается фосфоглицераилфосфат. То есть у нас альдегидная группа глицеральдегида окисляется до карбоксильной, и при этом сразу получается смешанный ангидрид глицериновый и фосфорный кислот. Дальше идет стадия тоже обратимая, когда мы из АДП получаем АТП. Прямо сразу пишем, что в обратную сторону тратим АТФ, получаем здесь АДФ. И напоминаю, что фермент назван в честь обратной как раз глюконеогенезной реакции. То есть он называется фосфоглицерат киназа, потому что вот здесь в результате получается 3 фосфоглицерата. Дальше идет изомеризация в 2, фосфоглицерат обратимая. Дальше идет дегидротация. А в обратную сторону, естественно, гидротация. Получается фосфоглицерат. Генол, перуват. Ну и, наконец, необратимая реакция. Мы снова получаем из АДФ АТФ. И получается перуват. Спрашивается законный вопрос. Где это все происходит? Происходит это все в цитозоре. Что возможно дальше? Прямо мы уже начинаем с вами почти повторение материала. Что возможно дальше? Значит, самым обычным окислительным путем у нас перуват попадет в матрикс. Здесь произойдет его превращение в ацетилкофермент А. Детали не буду писать. Должен помнить, что на ДАШ там кофермент А приходит. Необратимый процесс. А что происходит дальше? А дальше у нас цикл Крепса крутится. Все это дело попадает в цикл Крепса. Оксало-Ацетат. А вот здесь обратимый, напоминаю, мало. Больше нам цикл Крепса сильно не нужен. Поэтому мы его как-то вот так докрутим. Цикл трикарбоновых кислот. Что еще возможно в этой жизни? В этой жизни, когда у млекопитающих часто вместо перуата, при активно работающем, при активной работе, да, получается лактат. При этом у нас регенерируется на ДАШ. Мы помним, что это нам больше всего надо, чтобы регенерировать на ДАШ. Надеюсь, лактат вы помните. Там ЦОН вместо ЦОН. Есть такие воспоминания? Тогда я уменьшаю, насколько это возможно. О, классно. Почти классно. Ну, почти получилось. Все, какие есть стадии обратимые, они общие и для гликолиза, и для глюконеогенеза. Значит, сейчас глюконеогенез давайте вот в этом цвете будем писать. И я прям сразу вот так вот сделаю. Все, что есть обратимого, все покрасим в эту сторону. Семь стадий обратимых. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Без обмана. Значит, дальше очень важный момент. Гликолиз идет во всех возможных тканях. То есть, можем написать гликолиз. Многие ткани. Глюконеогенез. В основном печень. Более того, перуват и лактат, которые образуются в различных периферических тканях, они доставляются в печень, там подвергаются глюконеогенезу, и новая глюкоза возвращается назад, и по необходимости там, что используется в виде гликогена или в виде глюкозы. И все это называется цикл курий такой большой. Я специально не включал, но здесь все очень просто. Использовали в организме везде, где можно, в головном мозге, в мышцах, везде, везде, везде. На почечниках, везде. А делаем обратно в основном печень, глюкозу. Значит, и как делаем? Ну, давайте распишем путь. Значит, у нас здесь есть три необратимых стадии. Раз, два, три. Напоминаю, что на этих стадиях реализуются существенные падения по энергии. Свободные, стандартные. И не только стандартные. Дельта-Ж. Напрямую обратить эту реакцию не получается. Да и необходимости у нас такой нет, потому что мы с вами помним, что нам нужна как минимум одна стадия, которая катализируется другим ферментом, и, соответственно, ферменты можно независимо регулировать. Ну, даже не независимо, взаимосвязано, но по отдельности их можно регулировать, включать-выключать. Значит, самая сложная в этом смысле стадия – это из перуватов фосфо-инол-перуват. Здесь самое большое падение по энергии и самый далекий обходной путь. Значит, вот стадии, которые в глюконеогенезе отличаются от стадий гликолиза, называются обходными путями. Значит, у нас будет сейчас три обходных пути. Самый сложный из перувата. Значит, а что происходит? Действительно, перуват заходит вот сюда, но дальше превращается не в ацетилка фермента, а в оксалоацетат. Кто помнит, как это получается? Что за реакция, что за фермент? Да-да-да-да-да-да, фермент какой, как реакция называется. Все, мы ходим вокруг одного и того же. Давайте попробуем повспоминать. Здесь же прямо вот все нарисовано. Был перуват, попал в оксалоацетат, который промежуточный продукт цикла трикарбоновых кислот. Что мы фактически сделали сейчас? Карбоксилировали. И как результат, что у нас с циклом трикарбоновых кислот получилось? У нас стало больше промежуточных продуктов. Анаплеротическая реакция номер один. Можете себе пометить, у меня здесь места мало, не буду помечать. Фермент перуват карбоксилаза. Содержит кофактор, то напомнит, биотин. Отлично. Значит, и для этого нам нужен HCO3 минус. И напоминаю, что нам нужен для этого АТФ. До АДФ и фосфата. Это мы пошли по пути глюконеогенеза. Белый гликолиз, кирпичный глюконеогенез. Ну, чтобы было совсем все хорошо, было понятно. Давайте мы вот как сделаем. Может быть, так будет чуть-чуть проще. Что происходит дальше? Нам, по идее, надо бы аксалацетат вынести наружу. Но мы знаем, что аксалацетат наружу не проходит. Поэтому он превращается в малат. и вот малат уже выходит наружу. Для того, чтобы превратиться в малат, что нам нужно, чтобы аксалацетат в малат превратился? Вот здесь. Нам нужен надаж. Но здесь надплюс. Малат благополучно выходит и снова превращается в аксалацетат. Это все та же малат до гидрогеназа. Только была митохондриальная, а теперь цитозольная. из-за формы. Надплюс до надаж. Дажплюс. Ну и что теперь нам осталось сделать-то? То есть у нас задача из перувата в фосфоидонол перуват попасть. То есть мы превратили перуват в аксалацетат. А нам надо фосфоидонол перуват. Но если я вот так вот сделаю. Вы мне расскажете, что это за реакция? Может, фермент помните? Фосфоидонол перуват карбоксикиназа. Посмотрите на плеотическую реакцию номер два. Да-да-да-да-да-да. Только она у нас вроде как была в другую сторону, как нам оксалацетат сделать в цикле Крэпса. А я тогда говорил, что в отличие от первой, вторая обратимая. Она нам еще встретится. Вот здесь она встречается в другую сторону. И мы что-то должны дописать. Вот фосфоидонол перуват очень богат энергии. Когда мы из него делали оксалацетат, мы еще ГТФ запасали. А тут ГТФ надо потратить. Ну вот так я напишу, будет понятно, да, что ГДП образуется, чтобы не перегружать схему. Вот, собственно говоря, сколько мы наделали разных стадий, чтобы из первого попасть в фосфоидонол перуват. А дальше погнали, 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 погнали. Погнали вот сюда. Вот здесь вот. Фермент вот этот, помните, какой был? Вот здесь вот, как называется. фосфофруктокиназа. Да, а это? Фосфофруктокиназа. ФФК. Могу, кстати, подписать, если хотите. Вообще нет проблем. Вот здесь у нас фосфофруктокиназа. А в другую сторону у нас будет фруктоза бифосфатаза. То есть реакция идет гидролитически. Напоминаю, что это вообще очень сладкая очередная, другого сорта, но сладкая парочка. Киназа, фосфатаза. У нас сплошь и рядом регуляция идет через фосфорилирование, дефосфорилирование. Фосфорилируем киназой, дефосфорилируем фосфатазой. Ну и здесь очень похожая ситуация. H2O, ПИ. Глюк фосфатаза. Глюк. И опять у нас киназа, фосфатаза. Ну первое я даже подписывать не буду. Помните, что это гексокиназа. Киназа, фосфатаза. Классика прям. Ну вот так вот все дело и обстоит. Немножко еще покопаться надо в деталях. Деталей много. глюкоген делать не начали. Значит, некая тонкость. Но важная тонкость. Чтобы вообще понимать, что и зачем происходит. Потому что мы пока вопрос зачем не задавали. зачем так сложно. Если у нас лактат, то что происходит по пути лактата, если мы не от первого ата идем. Давайте еще какой-нибудь цвет выберу. Вот желтый. Хорошо? Значит, в случае лактата, пока белый выберу, продлю чуть-чуть. Понадобится. В случае лактата сначала происходит обратная реакция над плюс до над аж. Аж плюс. И получается первого ата. И этот первого ата тоже заходит сюда. Но в этом случае, если все пошло из лактата, сразу идет образование фосфоэнол первого ата. Прямо здесь. На что вы думаете? Матекс не умеет. Соответственно, реакция обратимая. Мы здесь тратим ГТФ. Только нет, почему? Стоп. Извините. Я тут стадию аксала-ацетата пропустил плохо. Сейчас. Поправим. Все равно через аксала-ацетат все идет. Пум-пум-пум. Оксала-ацетат. Здесь АТФ и HCO3-. И сразу фосфоэнол перуват. И здесь тратится ГТП. Ну и CO2- влетает. Здесь тоже CO2- влетает. значит, и дальше фосфоэнол перуват выходит сюда и благополучно движется вот сюда. ГТП. вот, хороший вопрос. Значит, на самом деле здесь все перемешано. Абсолютно перемешано. Значит, вот здесь может подмешаться оксало-ацетат или молат из цикла трикарбоновых кислот и попасть в глюкозу. И на эту тему даже были проведены эксперименты с меченными какими-то соединениями. то есть добавляли меченые ацетилкофермента и частично метко оказывалось в новой глюкозе. Потому что мы помним с вами ацетилкофермента пробегает первый круг не до конца и если его в этот момент забрать и запустить на глюконеогенез, то частично метко окажется. Не вся, но частично. Но теперь давайте разбираться физиологически. Еще раз. Глюконеогенез происходит в печени. Соответственно нам могут доставить в печень перуват или лактат. И то и другое могут доставить. Есть транспортные системы. Если добавляют перуват, он заходит сюда и идет вот по такому пути выходит наружу. Да, если приехал лактат, то его обрабатывают вот здесь прямо внутри. То есть его вот здесь обрабатывают и дальше внутри доделывают. Как вы думаете, каков смысл из перувата делать все в матриксе стадии, не все, вернее, а вот эту вот часть делать из перувата, а из лактата сделать все здесь. Можно я мог тот лактат взять. Я просто, ну как сказать. Хорошо, я кажется, понял, в чем дело. вот здесь я напишу, что это мышца, здесь я, я понял, понял ваш вопрос, все нормально, а вот так напишу, что вот здесь печень. Легче станет? Да-да-да-да-да-да-да-да, совершенно верно. Но на самом деле, как сказать, тоже не совсем все верно, давайте вот как сделаем. Значит, вот этот процесс гликолиза пробежался в мышцы, а вот все доставили в печень, и в печени весь процесс вверх прошел. Частично есть такое восстановление, но, 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 смотрите, самый активный глюконеогенез идет в печени. Это вот главный орган, который делает глюкозу. лактата? Может, может восстановиться, да, может, да. Я думаю, что больше в печень уходит, на самом деле, потому что в мышцы он обычно вот хранится, мышца забита и болит из-за того, что забилась мышца. Как только ее массажом снимают, открывают путешествие, там открывается кровоток, то есть, на самом деле, массаж он восстанавливает кровообращение в данной конкретной части и начинает лактат в печень все относить. Еще раз, значит, давайте попробуем четко зафиксировать, попробуйте это пометить. Вот этот вот белый процесс вниз идет мышцы для простоты, другие ткани забудем пока. Дальше все это доставляется в печень и вот эти вот круги коричневые и желтые идут в печени и коричневый процесс вверх тоже идет в печени в основном. пометите себе, чтобы было понятно, чтобы пространственно это разнести. Потому что я согласен с вами, если этого не сделать, то потеряется разум. Это надо мне как-то на доске писать, или это понятно? Хорошо, пометьте себе, пожалуйста, что это такой хороший ключик. Значит, и теперь попробуем еще раз вернуться, выяснить, зачем мы вообще заходили в митохондрию, в матрикс. Ну не странно, может можно все было сделать и снаружи, в принципе изофермента и есть. Вот, и почему путь из перувата и из лактата различен? То здесь мы делаем прям фосфоенол перуват в случае лактата, а здесь мы малат выкидываем. Есть ли какое-то понимание? Что-нибудь наталкивает на мысль? Если нет, я расскажу. Ну, смотрите, давайте так. В целом нам понадобился входной путь, это как серпантин. Вот это вот резкое падение, вот это фосфоенол перуват перуват обойти. Это понятно. Зачем нам понадобилось в случае перувата заходить в матрикс и выходить в виде малата? А в этом случае сразу сделать фосфоенол перуват. Но потому что перуват-карбоксилазная реакция активнее идет существенно здесь. То есть и в том, и в другом случае перуват-карбоксилазу мы делаем оксалоацетат здесь. А наша задача сделать оксалоацетат, чтобы воспользоваться при помощи ГТФ на приоритической реакции номер 2 в обратную сторону. То есть оксалоацетат надо по-любому делать. почему от лактата пути от перувата различны? Какой? Наш любимый цвет возьму. Давайте я вот так сделаю. да, значит, вот ключик. Чтобы сделать новую глюкозу и вообще мы к иногенетической ценности давайте перейдем. посмотрите. АТФ в инополиратической реакции раз. ГТФ во второй инополиратической реакции два. Вот здесь АТФ три и надаж. то есть три эквивалента АТФ тратим и нам нужен надаж. Но в цитозоле отметьте, пожалуйста, в цитозоле соотношение над плюс надаж существенно в сторону над плюс. То есть оно много больше единицы. Вот здесь вот в цитозоле над я, по-моему, уже это писал в свое время над плюс надаж ну, можно в скобочки поставить, чтобы концентрация была. Потому что главным образом там должен быть над плюс готовый к катаболическим процессам. Да, ну, гликолиз другие процессы, где над плюс нужен, да. А чтобы двигаться вверх, нам нужен надаж. И посмотрите. В случае лактата мы вот этот надаж прям делаем здесь и нам нет необходимости его переносить. А вот здесь как раз надаж много. И если у нас просто перуват, то мы фактически вот этот надаж переносим в цитозоль. И дальше используем наверху. Поэтому в зависимости... смотрите, когда привезли лактат, нам фактически привезли надаж, потому что лактат, он восстановленный. А если привезли сильно окисленный перуват, то нам приходится надаж забирать из циклоприкарбоновых кислот. Там его много образуется, его можно взять из матрикса. Но приходится для этого закручивать вот так, вот эту вот всю ерунду, то есть выносить малат, а не фосфоэнол перуват и снова проводить кислотно-восстановительную реакцию. Разобрались более-менее. Вроде бы вот посмотреть глюконеогенез, ну написал 10 стадий, обратил их и все. А вот разобраться где он идет и как не очень просто. На самом деле мы еще за регуляцию не принимались. Татьяна, не грустите. Я вас сильно грузить не буду, грустить и грузить регуляции, потому что ну иначе за регуляцию уйдет суть. Я какие-то основные принципы сейчас покажу. Так, нам надо перерыв сделать, может сейчас самое время осознать, потому что ну мне кажется, что какую-то самую сложную часть дела мы сделали. Ну то есть смотрите, в мышце, там где-то в мозге. да-да-да-да-да в матриксе в ЦТК его много, да. Приехал перуват, нам больше брать неоткуда. Ну а если вот у нас будет перуват, локтат? То мы перуват обоработаем здесь, а локтат там. Да, понятно. Потому что локтат надо ну да-да-да, совершенно верно. Нам все равно надо будет карбоксилировать здесь перуват, но здесь мы уже сделали надаш, поэтому нам выносить дополнительно, забирать его отсюда не надо. Да-да-да, нам надаш нужен глюконеогенез, иначе мы глюкозу не сделаем. Мы на той стадии заткнемся. Да-да-да, по одному. Это я просто показал, что мы вот этот эквивалент вынесли наружу. Можно брать надаш из другой стадии. Там у нас много стадий с надаш. Значит, немножко давайте покопаемся. Не очень глубоко, но подзакопаемся. Если посмотреть на кусочек, который я сейчас каким-нибудь цветом выделю. Хорошо. Вот если на этот кусочек посмотреть внимательнее, в чем результат, в чем, каков результат этого циклического процесса? И что? задействуем ИТФ, что значит задействуем ИИ? Ну давайте я дорисую, чтобы было совсем четко. Ну, в чем результат? Чего, чего получение? Давайте, давайте, чего получение? Не знаю, АДП нам точно получать не надо. Фосфат тоже хватает. Ну что, то есть, какая реакция этого у нас получается? То есть, от гидролиса АТФ, вот единственный результат вот этого циклического процесса, он может идти циклически, будет гидролис АТФ, который будет превращаться в тепло. Кажется нонсенсом на первый взгляд, но вот такие процессы, которые называются холостыми в кавычках циклами, они встречаются в природе. Они встречаются регуляторно, ну а вот насекомые, этот шмель, он, когда становится прохладно, особенно там ночами, в сентябре, перед тем, как куда-нибудь лететь, запускает какое-то количество холостых циклов, прогрет, поднимает температуру, только потом лететь начинает. Мотор прогревает фактически. То есть, такие холостые циклы встречаются, бывают, и в принципе, ничего такого там супер страшного в этом нет. Это первый момент. Второй момент, который я хотел рассмотреть на примере данной реакции. Очень важный момент. Значит, смотрите, давайте снова цвет поменяем. Ну вот, такой будет совсем плохо. Нет, отлично. Значит, если у нас идет процесс в эту сторону, это гликолиз. Если сюда, глюконеогенез. вот этот вот процесс, что будет со страшной силой стимулировать? Давайте зеленым напишем. Стимулирует его АМФ и АДФ, особенно АМФ. они его запускают. А блоком для него являются АТФ и Цитран. Мы это когда-то писали, но не важно. Это все ингибиторы и активаторы фосфофруктокиназы. А если мы посмотрим на бифосфатазу, то для нее могучим ингибитором будет АМФ, а активатором будет АТФ. Имея разные ферменты, мы можем каждый из них регулировать. И это будет независимая регуляция, так как ферменты разные. Если был бы фермент один, он бы у нас бодро работал, либо не бодро. Но при этом она взаимосогласованная. Либо по-другому она называется рецепрогная. Рецепрогная. Там будет CIA, по-русски реципрокное, я бы сказал реципрошиал, может реципро-сиал, поплохо звучит, регуляция. Что имеется в виду? АМФ плюс АДФ плюс АТФ, как мы уже с вами говорили, равно константин. То есть общая концентрация адениновых нуклеотидов в организме постоянно. Соответственно, если у нас увеличивается концентрация АМФ, у нас убывает концентрация АТФ и наоборот. И мы как бы автоматически одно включаем, другое выключаем. Посмотрите. АТФ выросла концентрация. Голиколис остановили, делаем запасы. АТФ упала, концентрация АМФ выросла, включается путь катаболический, выключается анаболический. И вот такая регуляция, она встречается сплошь и рядом, на разных уровнях. Окей? Хорошо. Ну, тогда нам осталось еще один слайдер. Значит, я не буду заново рисовать. Да, вот что еще отмечу, что гликолис, цикл Крепса, они, в принципе, согласованно регулируются. То есть у них по механизму обратной связи одно и то же. Ну, просто надо понимать, что цикл Крепса, он принимает из разных источников дрова, а гликолис, он вроде как сам по себе. С глюконеогенезом. Гликоген. Только толстую от колбилисты, чтобы она была бы не помешивая. Она у меня сейчас большая. Большая доска, она вот толстая линия. Она новая, всегда большая. Эй, иди сюда. Гликоген. Значит, мы что-то чуть-чуть знаем про гидролиз гликогена, но пока ничего не знаем про его синтез. Мы вообще помним, что такое гликоген? Вот хороший вопрос. Кто расскажет, что это? Запас полисахаридный. Из чего, из каких остатков какого моносахарида построен? Глюкоза. Чем отличается от других полисахаридов, построенных из глюкозы? Он очень разветвленный. Разветвление в основном 1,6. И что еще важно знать, наружу торчат тупые концы, то есть как тупые, 4 штрих. 4 штрих. Отлично. Значит, мы с вами помним, что гликоген у нас может превращаться в глюкоза-1-фосфат. Помним, да? Очень хорошо. Значит, при этом у нас идет фосфоролиз. То есть АТФ нам для этого не нужен. И фермент, который этим занимается, называется гликоген-фосфорилаза. А, она активная. Или гликоген-фосфорилаза В НЕАКТИВНЫЙ или НЕАКТИВНЫЙ. Или НИЗКОАКТИВНЫЙ. Ну и я потом снова нарисую, как они друг друга превращаются. Значит, это сладкая парочка киназа фосфорилаза, но мы это нарисуем еще. Значит, что происходит дальше с глюкоза 1 фосфатом? Он изомеризуется в глюкоза 6 фосфат, мутазная реакция, фосфоглюкомутаза. Значит, и вот здесь у нас где-то глюкоза недалеко, а здесь у нас путь гликолиза и глюконеогенеза, фруктоза 6 фосфатом. Ну и так далее. Понятно, да, в каком мы сейчас секторе находимся? Значит, что происходит, когда идет синтез? Я перейду снова тогда, с вашего позволения, на кирпичный цвет. Так, мне кажется, лучше. То есть, мы с доской работаем все лучше и лучше. Ну, конечно, конечно. Кто у нас специализируется в помощи углеводов? У. Какой нет? Какое азотистое основание? У. Да. То есть, приходит сюда УТП, УТП уходит ППИ и получается УДП глюкоза. Именно в таком виде она заносится на гликоген растущий. При этом у нас уходит УДП. Глюкоза в гликогене нефосфорилирована. Значит, фермент, который катализирует эту реакцию, называется гликоген синтаза, в которой тоже бывает А или Б. В чем это различие? В чем различие? А это фактически один и тот же фермент есть. Просто их так назвали. Значит, давайте нарисуем, в чем их различие. Жила-была гликоген фосфорилаза. И было у нее два остатка серина. И была она неактивная. Причем, вот это у нас... Это у нас гликоген фосфорилаза Б и гликоген синтаза А. Значит, фосфорилаза неактивна, синтаза активна. Опять же, очень логично. Одно работает, другое не работает. Чтобы у нас не было одновременно активного синтеза и расщепления. Значит, в тот момент, когда надо поменять статус этих ферментов, к нам приходит сюда киназа. Соответственно, киназа-фосфорилаза или киназа-синтаза. И фосфорилирует остатки серина. Попробуем это сейчас изобразить. Я вот так фермент рисую. Сейчас объясню, зачем я вот так рисую. Значит, это у нас будет гликоген фосфорилаза А или гликоген синтаза. Б Соответственно, когда мы фосфорилируем, мы переключаем активности. Фосфорилаза переходит в высокоактивное состояние, а синтаза в низкоактивное. То есть, это тот же самый фермент, просто их так зачем-то назвали. То есть, фосфорилированные, дефосфорилированные. Ну, мы помним с вами, что науках и живом масса каких-то тривиальных названий, которые не всегда разумны, но к ним все привыкли, и они остаются. Значит, ну, а когда надо снова вернуться в исходное состояние, приходит кто? Фосфатаза, естественно. Ой, стоять. Фосфатаза. Фосфатаза, фосфофосфорилаза или фосфатаза, фосфосфосинтаза. И восстанавливает статус-кво. Значит, а зачем я нарисовал все это дело? В случае фосфорилаза здесь иногда есть еще сайты посадки АМФ. И дополнительная регуляция приходит от того, что вот здесь АМФ связывается. На самом деле связывается... Плохо я рисую. Потому что связывание АМФ, ее так называют АМФ-зависимый, АМФ, облегчает фосфорилирование. То есть, если у нас много АМФ в системе, нам нужна глюкоза, нужна энергия. Откуда взять? Глюкоза в крови, упала ее уровень, закончилась. Берем из гликогена. Как из гликогена? Надо активировать гликоген фосфорилазу. Как будем активировать? АМФ связалась, серины стали более доступны для действия киназа и профосфорилировались. То есть, это такой аластерический активатор АМФ получается. Аластерический, потому что центр связывания свой собственный. Значит, дальше... То есть, это не конец истории. На самом деле, это... С точки зрения фосфорилирования, дефосфорилирования, это фрагмент каскада, например, адреналинового. Но вот... Все-таки я не хочу гнать... Ну, не знаю, я подумаю. Может, я в следующий четверг адреналиновый каскад нарисую. А остальную часть по гормонам я расскажу, может, тогда потом. Потому что вот адреналиновый каскад, он просто довершит картинку. Окончательно. Значит, вот этот вот фрагмент. Да, наверное, я так и сделаю. Я чуть лучше, чуть более, чуть менее подробные витамины пройду, потому что вы их и так уже все знаете. Мы просто их вспомним. Там В1, В2, В3, В5. Просто запишем. Просто это скорее будет уже какая-то консультация к экзамену, что я хочу услышать, если попадается вопрос про витамины. Окей. Значит, здесь мы еще немножко покопаемся. Что еще важно? Как строится гликоген? Я напоминаю, что гликоген мы с вами расщепляли хитрым образом. То есть у нас был кусок, если вы посмотрите, там какие кружочки нарисованные должны быть, то есть мы щепили, 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 пока не оставалось 4 до точки ветвления. В этот момент приходила трансгликозидаза. 3 переносила на соседний тупой конец, нередуцирующий. А последний гидролизовала в виде глюкозы в кровь. Есть такие кружочки у вас? Есть, да. Значит, осидоз гликогена идет хитро. Есть такой белок, который называется гликогенин. И этот белок одновременно затравка и фермент. Все дело в том, что гликоген синтаза не может работать без затравки. Ей нужен хвост, чтобы она могла к нему присоединять. И вот здесь как раз гликогенин. Значит, у него есть специфический остаток тирозина, который под действием УДП глюкозы, до УДП, получается гликоген, тирозин и глюкоза. И дальше еще шесть штук присоединяются под действием гликогенина. Значит, вот здесь и исходным веществом, и катализатором является гликогенин. Я вот так это сделаю. Гликогенин, да, спасибо. А дальше начинает действовать гликоген синтаза. Ну и здесь тоже с длинных цепей на короткие осуществляется перенос. Вот когда становится, не знаю, как-то лучше это показать. Ну, давайте вот как-то вот так. Вот так. И вот здесь 11 штук. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не менее 11. То приходит трансгликозидаза и, да, ничего страшного. Вот эти 7 переносят на короткую цепь и раскрывают эту для дальнейшего роста. Значит, вот это все делает трансгликозидаза. Она ответственна за ветвление. Два типа гексогеназа. Значит, есть гексогеназа первая, ну, она вторая такая же, собственно говоря. Ну, для простоты давайте первую напишем, римская. А есть четвертая. Ее называют еще глюкогеназа. Значит, они катализируют одну и ту же реакцию. Давайте я прям посерединочке напишу. То есть и там, и там. А теперь различия. Ингибируется глюкоза. 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 Не ингибируется глюкоза. Многие ткани повсеместно. Это вот и то, и другое гексокеназа. Но четвертую еще и глюку называют кеназой. Значит, здесь печень. Она в печени. Многие гексозы в качестве субстраты. Давайте так напишем. Субстраты тире многие глюкозы. Многие гексозы. Субстрат только глюкоза. КМ 0,1 миллимоль по глюкозе КМ КМ 10 миллимоль на литр Глюкоза в норме. Примерно ГЛЦ в крови. Это хорошо. Значит, никто диабетом не болеет из родственников. Слава Богу. Примерно 5 миллимоль на литр. Что говорить? Ничего. Спрашивается вопрос. Конечный продукт. Наиболее вероятный ли продукт и первым и во втором случае. Я вам помог график нарисовать, если хотите. Ну, я меленько нарисую. Понятно, да, что нарисовано? Вот это где-то 0,1, вот это там где-то 5, ну, где-то здесь будет там 10. 10 где-то посерединочки. Ну, какие будут мысли? У меня задачка была такая, но теперь же у нас не задачка, а такая полузадачка. А мы умственно ее порешаем. к какому, скорее всего, конечному продукту ведут первая и четвертая гексакеназа? Какие вообще могут быть продукты у этой реакции, которая записана? Дальше, 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 дальше. Речь идет конечный продукт. А первого от конечного будет? И для какого фермента? Ну, перуват я готов принять, хорошо, но просто надо понимать, что за перуватом дальше еще жизнь. Давайте считать, что у нас аэромный организм. Если работает гексакеназа, делает глюкозу 6 фосфат, для чего она, скорее всего, это делает? Значит, 6 и там, и там. Это реакция одна и та же. Это гексакеназа. Первое, во многих тканях, многие гексозы ингибируются глюкозой и другими... Я плохо написал, меня никто не поправил. Глюкоза 6 фосфатом, конечно, продуктом она ингибируется. А это не ингибируется, глюкоза 6 фосфатом. О, нашли. Вы же помните, что у нас гексакеназа, которую мы до этого все время проходили, ингибировалась продуктом реакции. Ну, почти правильно, Татьяна. Значит, смотрите, многие ткани, пошла эта реакция, гексакеназная, скорее всего, это энергия. наиболее вероятные продукты это СО2, H2O, АТФ. Как вы правильно тоже заметили. Правда? Если в печени, то гликоген. Гликоген, скорее всего. Значит, смотрите, как хитро. Пока у нас уровень глюкозы нормальный. У нас работает гексакеназа на полную мощность, если нужна энергия. Глюкогеназа, она же гексакеназа 4, отдыхает, потому что уровень глюкозы недостаточный, чтобы делать запасы. Мы поели углевод, содержащий пищи, у нас резко выросла концентрация глюкозы в крови, и если нам не нужна энергия, то надо делать запасы. И в дело включаются глюкогеназа. Значит, там на самом деле есть еще один прикол. Ну, давайте я его расскажу, рисовать уже подробно не буду. Значит, вот эту глюкогеназу 4, у нее еще есть специальный связывающий с ней фактор, белковый фактор. Когда не нужна ее работа, они связываются и в ядро уходят, в ядро клетки. И там в неактивном виде ждет, когда снова понадобится. Дальше, если уровень глюкозы в клетке растет, в цитозоре, то ее отправляют обратно и диссоциируют этот фактор. То есть ее еще и с арены борьбы еще забирают. Ну, это такая уже тонкость, но тем не менее, чтобы вы знали, что и такое тоже бывает. Ну что, я думаю, что мы теперь разобрались с вами с глюконеогенезом и с синтезом новой глюкозы и продвинулись с точки зрения регуляции. Регуляция либо аластерическая, либо фосфорилирование, дефосфорилирование, причем часто они связаны друг с другом. Вот аластерический эффект изменяет доступность остатков. Значит, фосфорилируется, модифицируется чаще всего серийной или тирозиной по вашей группе. Ну и, собственно говоря, это все идет рецепрокно. То есть одно включается, другое включается. Причем получается, что у нас как бы автомат. То есть любое изменение концентрации адениновых нуклеотидов одно включает, другое выключает. Все, тогда на сегодня все. Мы как раз уложились хорошо. Значит, план таков. Во вторник фотосинтез со всех точек зрения. А в четверг витамины как повторение материала и адреналиновый каскад.